Ах, давно вы не слышали мой прекрасный коротовый голос. На это есть объяснение. Я отдыхал, я не хотел выпускать ролики. Да, конечно, Азот в комментариях написал, мол, ты знаешь, было бы круто выложить тысячный ролик 10.10. Нет, было бы круто выложить тысячный ролик 10.01, типа тысячный ролик. Вообще было бы круто выложить тысячный ролик 10.00, то есть, типа, тысяча роликов, типа, 10.00. Но так как нулевого месяца у нас нет, к сожалению, вот эти вот все мечты, вот это вот все, вот эти вот какие-то, я там не знаю, фантазии, все прочее, оно невыполнимо никак абсолютно. Поэтому я не знаю, что со всем этим можно сделать, что там, как вообще, откуда, почему, зачем и для чего. Однако, давайте сегодня, так как осталось уже там роликов 11 или даже 10 или 11, в общем-то, перейдем ко всему этому просмотру. Подписки падают, а это значит, что эксперимент успешно подходит к своему логическому завершению. Поэтому давайте сейчас, в общем-то, обсудим одни из последних новостей и уже, так сказать, роликов будет оставаться все меньше и меньше, просмотров на канале все больше и больше, подписчиков все меньше и меньше. Поэтому, друзья, давайте вот все это сделаем. BlackRush показали рендер интерьера казармы. Как вам? Во-первых, для того, чтобы нормально воспринять всю эту новость, мы должны понимать, эта казарма, она типа для армии или для чего, а как вообще будет выглядеть сама армия на BlackRush? И вот постоянно, опять-таки, я всегда об этом говорил, и я скажу об этом еще раз, у них постоянно офигительные вообще фотографии, скриншоты всего вот этого вот, я не знаю, интерьера, всего вот этого вот прочего. То есть фотографии, вот эти вот все фотокарточки у них офигительные, а просто классные, охренительные, как будто бы они их там, я не знаю, проявляют или делают с ними какие-то еще вот эти вот все прочие вещи. Вполне возможно, что все оно происходит именно так. Кто ж знает? Никто из вас, никто из нас, никто из них, никто все это, в общем-то, не знает. Поэтому, друзья, ребята и все прочие люди, я думаю, что, ну, как бы, ну, вы должны это все понимать. Вообще, давайте просмотрим, сделаем обзор на всю вот эту вот казарму, так как многим людям, которые, так сказать, пойдут в армию с BlackRush, очень странно. То есть в реальной жизни вас в армию, там, я не знаю, не затащишь, да, а тут вы и сами бежите, да. То есть в виртуальной игре, в которой там делать кроме армии нечего, ну, может, там на каких-то работах вот этих вот государственных в мэрии поработать, можно сделать еще какие-то вот эти вот все вещи. Но не важно, мы будем, как бы, вот этим вот всем заниматься, потому что мы можем всем вот этим вот заниматься. И все это у нас получается достаточно неплохо, достаточно круто, и вообще все это происходит очень классно и замечательно. Поэтому вот, казарма у нас выглядит вот так, выглядит, если честно, как какая-то больница. Не знаю, я в армии не бывал, надеюсь, что не побываю, надеюсь, что никто из людей, с которыми я хорошо общаюсь, с моими друзьями, никто из них не побывает во всех вот этих вот похожих интерьерах, но что-то мне подсказывает, что в настоящей армии все происходит немного не так. Что интерьеры там, ну, абсолютно точно не такие, а какие-то немного, я даже не знаю, как все это объяснить, описать нормальными словами. Но мне кажется, что казармы всей вот этой вот армии, они выглядят немного не так. Возможно, там какие-то стулья стоят не совсем у кровати, возможно, кровати стоят не так плотно друг у друга. То есть, мне кажется, что это какая-то, я не знаю, голубиная армия, потому что кому из солдат захочется, чтобы у них, типа, стояли рядом друг с другом кровати? Я не знаю, как это все выглядит. Можно, конечно же, зайти в Яндекс или в Гугл и вбить казарма и вообще посмотреть, как все это выглядит. Вы представляете, оказывается, есть фотки, где кровати реально стоят друг к другу. То есть, а солдаты как вообще? Типа, им нормально спать рядом друг с другом? То есть, возможно, они спят в военной форме и это, типа, нормально. Но мне кажется, что это просто какой-то ужас, когда солдаты могут спать рядом друг с другом. Однако, если это историческая достоверность и вообще есть на Блэк Раше люди, которые служили в армии, я, во-первых, категорически вас уважаю, вас приветствую и так далее. Вы, разумеется, мужик тот еще, ну реально настоящий мужичина. Я считаю, что такие люди действительно должны быть на Блэк Раше. Вы молодцы, что заняли свой пост. А если никто не служил в армии, то я могу вас только поздравить, так как, ну, это ваш, разумеется, выбор, но могу вас, разумеется, еще и поздравить. Однако, ладно, на этом все. Я играл, снимал и практически, можно сказать, рассказывал о том, что я играю на 11-м сервере Блэк Раше, это Индиго. Скачивайте лаунчер по ссылке в описании, вводите мой никнейм Данила КПР, вводите мой промокод, хэштег ЗДС, и все у вас будет хорошо, замечательно и круто. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока и всем, разумеется, до свидания. Выйдет еще два видеоролика на этой неделе. Вернее, не на этой неделе, а еще и там следующий немного захватит. Но я думаю, вы сами все это понимаете. Субтитры сделал DimaTorzok